В Единцах Майю Санду 1 июня встретили, что называется, горячо. У простых людей накопилось много вопросов главе государства, которое, по их мнению, ничего не делает для страны и ее граждан. Прорывая сквозь толпу протестующих, скандирующих «такой президент нам не нужен», Майя Санду не стала разговаривать с простыми людьми, чтобы лицом к лицу понять чаяния и нужды горожан. Но и в стенах районного совета Единец, где на встречу с главой государства собрались предприниматели, учителя, врачи, представители местной и районной администрации, Санду комфортно не было. Когда вы будете повышать заработную плату, повышать пенсии, когда в этой стране уже люди начнут жить нормально? Я отправила в парламент закон, чтобы подняли минимальную пенсию, хотя бы до 2000-2000 лень. По словам Санду, ее инициативу, дескать, не поддержали депутаты парламента. Интересно, почему? Интересно, и кто были эти депутаты, которые против того, чтобы повысить минимальную пенсию в Молдове до 2000 леев? А может, это сама президент? Как показала проверка в секретарятии парламента, от имени Майи Санду зарегистрирован один единственный законопроект, которым она предложила отменить в Молдове индексацию пенсий два раза в год, как это происходит сейчас. Законодательная инициатива президента Санду датируется 10 марта 2021 года. В информационной записке в разделе «Финансово-экономическое обоснование» черным по белому написано, что данный законопроект предусматривает возврат к старой системе индексации пенсий до 2020 года, то есть только один раз в год 1 апреля. Другими словами, президент Санду предложила сократить совокупный доход пенсионеров. Ни о каком повышении минимальной пенсии в стране до 2000 леев там и речи нет. И напоследок, на официальном сайте администрации президента по итогам встречи Майи Санду с местными жителями Единец нет ни слова о якобы существующей ее инициативе повысить пенсии до 2000 леев, а также ни слова, на какие вопросы президенту пришлось отвечать. Что до протеста в Единцах, Санду заявила, что право на протест – это конституционное право самих протестующих. Судя по всему, если так пойдет и дальше, воспользоваться этим правом пожелают кроме жителей Единец и в других районах страны, которые Санду еще не посетила. Долго за примером ходить не пришлось. Уже сегодня, в ходе очередной рабочей поездки, на этот раз в Каушаны, Майя Санду попыталась выгнать из зала журналистов, где проходила у нее встреча с руководством района. Обычно мы позволяем представителям прессы присутствовать только тогда, когда я говорю вам то, что я хочу сказать. Но когда вы жалуетесь, пожалуйста, пусть пресса выйдет. Журналисты напомнили главе государства о своем конституционном праве участвовать во встрече, а также вести съемку мероприятий в любом общественном месте, коим является тот же районный совет Каушан. Госпожа президент, глава государства не является законодательным органом, который может приостановить действия закона о прессе и конституцию Республики Молдова. Поэтому встреча является публичной и я буду снимать. Представители СМИ поддержали и примары района, которые потребовали, чтобы дискуссия проходила открыто. За комментарием мы обратились в пресс-службы администрации президента, но на наши звонки пока никто не ответил. Ольга Дзятковская, Акчан ТВ